Добрый вечер, уважаемые телезрители. Четверг, 20 мая, как всегда в это время и в этот час, на телеканале «Тонус» очередная передача в прямом эфире «Полный контакт». Сегодня гость нашей студии, депутат Московской областной думы, член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики, а по должности директор закрытого акционерного общества совхоз имени Ленина Павел Николаевич Грудинин. Добрый вечер, Павел Николаевич, мы рады приветствовать вас в студии. Встречаясь на нашем телеканале, как правило, я всегда гостям задаю первый вопрос, поскольку вы действительно гость нашей студии, вы не наш Сергей Посадский, и, пожалуй, наверное, у нас впервые проходит эфир с участием представителя другого округа, депутата Московской областной думы. Я задаю такой вопрос, Павел Николаевич, это ваш первый приезд, Сергей Посад, либо вас что-то уже связывает с этим городом? Нет, ну, ваш город один из центров культурных и памятников истории Московской области. Естественно, я не мог не посетить его. Просто первый раз меня сюда родители привезли, это было, я даже не помню уже когда. А вот последний раз, к сожалению, я бывал здесь только три года назад. Это в 96-м году я тут в составе делегации просто посещал Лавру. Вот, и больше с того момента не было. Ну, к сожалению, об этом, потому что я увидел, что город прекрасный, конечно. Вот я хотел сказать, как можно было увидеть, вы же были проездом, откроем телезрителям секрет, сколько времени вы привели в пробке в мытищах. Ну, это да. Я просто должен был раньше посетить не только просто вашу студию, но и мы договорились с моим коллегой, депутатом Новиком Владимиром Михайловичем, что я очень хотел увидеть его производство и то, что он сделал здесь. Поэтому, ну, мне, к сожалению, не удалось, поэтому пришлось только по городу проехать. Но я думаю, что увидев, какие прекрасные здесь люди, я еще раз приеду обязательно сюда. Павел Николаевич, вот у меня такой вопрос, может быть, не такой простой. Вот о нашей сегодняшней встрече мы договорились с вами вчера, во время заседания или после заседания Московской областной думы. В этом приглашении вы дали согласие на участие в эфире. Вот два вопроса. Не удивило ли вас это приглашение? Вроде бы другой город, другой район Московской области приглашает вас как депутата. И что, скажем так, двигло вами, когда вы дали согласие на участие в эфире? Ну, я вообще считаю, что депутат должен быть открыт всем избирателям, не только своего округа. Дело в том, что мы же представляем, хотя избрал меня, например, мой округ, да, но мы же представляем интересы всех избирателей Московской области, законодательное собрание Московской области. Поэтому общаться нужно не только со своим округом, но и с другими. Тем более, что мне было приятно вчера, вот мы же видели, что это было открытое голосование, что ваш депутат Валентин Михайлович тоже ту же позицию в голосовании занимал, что и я. То есть наши позиции исходные, я думаю, что, скажем, это тоже послужило тому, что я согласен приехать. Потому что у нас, к сожалению, оказалось меньшинство. Вы вчера видели, что депутатов, которые голосовали против бюджета вчера, было меньшинство. Павел Николаевич, мы поговорим еще о бюджете, а я хочу просто напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. 4-22-29, контактный номер нашего телефона. И сегодня гость нашей студии, член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы, Павел Грудинин. Павел Николаевич, несколько слов мне бы хотелось, но, наверное, не только мне, телезрителям будет интересно, как вы пришли, скажем так, в политику. Все-таки Московская областная дума – это законодательный орган всей Московской области. Был ли у вас опыт работы в законодательных органах? Нет, до момента избрания, это был декабрь 1997 года, у меня не было никакого опыта законодательного и вообще работы в каких-то там советских или партийных органах. Я по роду своей деятельности, так сказать, у меня трудовой пруд проходил в одном хозяйстве, с совхозом Неленина. Я там начал работу бригадиром полеводческой бригады, то есть тракторной бригадой, и кончил вот уже директором. То есть не кончил, я надеюсь, продолжать. Да, будем надеяться, что это продолжение. А это, скажем, мой первый поход именно во власть, скажем так. Потому что я почему баллотировался? Да, вот как раз вы опережаете мой вопрос. А вопрос такой интересный, я просто его сакцентирую. У меня были неоднократно встречи с нашими депутатами городского совета, и когда я встречаю депутата, хозяйственника, скажем так, руководителя вот такого крупного хозяйства, как ваше, я всегда задаю вопрос. Павел Николаевич, зачем вам это оказалось нужным? Неужели вам не хватило своих забот в хозяйстве? Ну, если подходить так, то запутан-то всегда, особенно в хозяйстве, которое я руковожу, а мы плодопитомическое хозяйство, их всегда достаточно. Но ведь проблема в другом, в том, что к нам, к специалистам, не прислушиваются. И мы вынуждены были пойти во власть, в том числе и я, мне так кажется, потому что нам нужно сделать жизнь лучше. Жизнь лучше не только для, не знаю, определенной кучки банкиров, а именно для производственников, для предпринимателей и для трудовых коллективов. И для того, чтобы свои идеи проводить через принятие законов, я вот, например, и пошел в законодательное собрание, или как мы это называем, Московскую областную думу. Другое дело, получается или не получается, кого там больше, все-таки, политиков или экономистов, или даже не экономистов, а производственников. Потому что, ну, точка зрения, быть, ее определяет сознание. Если человек ни разу не работал на производстве, сколько мы ни объясняем, он не все может понять. И некоторые решения по этому принимаются не совсем так, как надо было бы их принять. Потому что политика – это одно, а жизнь – это совершенно другое. И люди, которые, как я, директор совхоза или другие руководители предприятий, мы видим просто под другим углом все это. Принятие закона любого мы сразу, скажем так, переносим на свое предприятие. Да, через понимание, через предприятие, через трудовой коллектив. Ну, поэтому вот несколько мнений. Ну, вообще, Дума – это, скажем так, целый спектр мнений. Потому что как много избирателей, так много и, скажем так, многообразие мнений должны представлять Дума. Вот просто поэтому всегда голосование кто-то не согласен. Так, хорошо, я согласен с вами. Скажем так, вы меня убедили. Но тогда напрашивается вопрос. Вы представитель агропромышленного комплекса. Я могу так сказать? Да. В Москве представитель агропромышленного комплекса Подмосковья. В Московской областной думе множество комитетов. В том числе комитет по аграрной политике, комитет по природным ресурсам, землепользованию. Чтобы мне казалось ближе вот к вам, как специалисту, как производственнику. Но вы стали работать в комитете по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики. Это случайность или же это осознанный выбор? Нет, это совершенно осознанный выбор. Дело в том, что, ну скажем так, основным законом вообще, который принимает Дума, и в связи с этим другие законы, это прежде всего бюджет. И финансовое производство, то есть отношения экономические между властью и предпринимателем, между властью и людьми, которые живут на территории. И я прекрасно понимал, когда шел в Думу, что, скажем так, только через экономические рычаги можно улучшить жизнь. Поэтому я и пошел в комитет по бюджету, чтобы, скажем так, ну через мое понимание предпринимателя или директора совхоза, так исправить законодательство бюджетное, чтобы можно было нормально работать и жить. Другое дело, что сельхоз, комитет по сельскому хозяйству, это совершенно другое направление. То есть это узкий спектр вообще всего бюджетного процесса, в том числе и Московской области. Ну у нас там есть три депутата, которые являются неосвобожденными, то есть освобожденными, скажем так. То есть они работают как специалисты. Представители комитета неосвобожденные, да, они как, то есть двое неосвобожденных, один освобожден. Которые, ну скажем так, интересы сельского хозяйства уже защищают. А вот нас вовсем человек, мы уже, так сказать, представляем весь спектр предприятий, в том числе. Вот Митин Михайлович представляет пищевую промышленность, а сельское хозяйство. Там есть представитель у нас Николай Петрович Адамов, который представляет промышленность, он руководит ЛИАЗом, заводом в Орехово-Зуево, который находится, Ликинский автобусный завод. Значит, ну и в том числе вот именно чистые бюджетники, как вот наш председатель комитета Тараненко Сергей Иванович. Это, скажем так, родоначальник основополагающих законов Московской области о бюджетном процессе, бюджетном устройстве. То есть, можно, наверное, сказать, что Карл Маркс был прав, когда говорил, что экономический базис и потом политическая настройка. То есть, все в конце концов должно начаться с экономики. Ну а экономика, нормальная экономика, нормальное развитие любого региона, любого предприятия, да и, наверное, в самой маленькой ячеечке нашего общества, этой семьи, начинается, как всегда, с бюджета. И вот вчера состоялось принятие бюджета в Московской области, бюджета Московской области. Об этом мы переговорим чуть попозже. А сегодня мне хотелось бы вот что спросить у вас, для того, чтобы вы рассказали нашим телезрителям. Поступило 25 марта бюджетное послание губернатора. Что вообще из себя представляет бюджетное послание? Что вообще представляет из себя бюджет Московской области? Это вот так несколько, скажем, в развитии нашего разговора на понимание телезрителям, так? И каковы основные итоги исполнения бюджета за прошлый год? Ну, если касаться прошлого года, то по закону о бюджетном устройстве, бюджетном процессе, губернатор должен был внести отчет о исполнении бюджета за 98 год до 1 мая 99-го года. Губернатор этого не сделал. На сегодняшний день мы можем только предполагать, что же произошло с бюджетом 90-го года. То есть, прошу прощения, не переверю. Бюджет, а отчета об исполнении бюджета за 98-й год пока нет, да? Да. Значит, мало того, были нарушены тоже вот эти законы. Никто не попытался объяснить Думе, почему эти законы нарушили. Единственное, что 30 апреля в Думу пришло письмо с предложением перенести рассмотрение отчета, потому что Министерство финансов пока не приняло отчет Московской области. А вот почему оно не приняло отчет Московской области? Вот мы на прошлом комитете разбирали этот вопрос. Дело в том, что нам никто не объяснил, то ли Московская область нерадива не отнеслась к этому и не отдала отчет Минфин, то ли Минфин не согласен с заключением, то есть с отчетом Московской области и поэтому не принимает этот отчет. Мы пока не знаем. Поэтому говорить о том, что произошло в 1998 году, можно только так, приблизительно. Понятно одно, что долги перед бюджетниками, то есть основная это зарплата перед бюджетниками, долги областного бюджета велики. Значит, это складывается из многих факторов. Там зависли деньги в банке или просто нет денег для того, чтобы погасить детские пособия. Или, например, долги перед бюджетниками во многих регионах, перед врачами, учителями. Когда нам дадут этот документ, а он довольно серьезный и обширный, тогда можно будет проанализировать его. Поэтому сейчас можно только предполагать, что такие общие цифры. Кажется, по нашим данным, что бюджет 1998 года был выполнен, но в большинстве он выполнен с зачетами. То есть, зачет это то, что нельзя там раздать в виде зарплат. Это просто, ну скажем так, неживые деньги. Это не может устроить депутатов, потому что, понимаете, что, например, если за газ можно рассчитаться, то есть провести какую-то цепочку, то, например, накормить инвалидов или больных в больнице, или инвалидов, которые находятся в домах для инвалидов, это просто невозможно. Ну и надо еще там понять, что с августа месяца, то есть с сентября, началась инфляция страшная, и поэтому бюджет был достаточно просто выполнен. Просто рубль обесценился, ну скажем так, цена товаров попала вверх, поэтому налоговая облагаемая база увеличилась не за счет того, что товаров стало больше, а за счет того, что в рублевом отношении стало больше денег. То есть в рублевом соотношении больше денег, а если брать в сопоставимых ценах? В ценах, то денег осталось столько же или меньше, но не денег, а товаров. И это, скажем так, псевдо, скажем так, рассуждение о том, что вроде бы мы выполнили бюджет. На самом деле бюджет мы не выполнили. Если взять, то есть если все перевести, например, в какой-то там хлеб или в картошку, то их стало меньше материально. Хотя в деньгах, конечно, бюджет вроде бы 97%. Павел Николаевич, что представляет из себя бюджет Московской области? И вот, пользуясь случаем, что вы как специалист сможете ответить на этот вопрос, я думаю, будет интересно и телезрителям, ведь не все районы Московской области могут прожить, ну, скажем так, на самоокупаемости, обеспечить самих себя. Ряд районов являются, наверное, донорами, вот, а ряд теми... Дотационными районами, которые, да... Да, вот каково их соотношение этих районов? И может ли сама Московская область, я подчеркиваю, именно сама Московская область, жить на те налоги, которые собираются? Или же есть какая-то дотация из федерального бюджета? Ну, вообще, область-то входит в число доноров. То есть, это считается, то есть, если область донор, то область может прожить на деньги, которые собираются на территории. Мало того, она еще должна и перечисляет, действительно, часть денег в бюджет, то есть, в федеральный бюджет. Ну, вот, если... Просто в вашем вопросе очень много подвопросов, да? Если касаться того, что же из себя представляет бюджет, то физически это там 500 страниц текста. Значит, само бюджетное послание, приложение к нему, где-то около 25, по-моему, приложений. Значит, а потом вот вторая часть, это именно согласование с городами и районами, согласование с различными министерствами, которые являются, в структуре администрации находятся. Вот, ну, мы их всех называем бюджетополучателями. То есть, всего в Московской области в бюджете 98 бюджетополучателей различных. Там есть и города, те, которые, или там районы, которые дотационные, есть и министерства, есть и такие, как, например, футбольный корпус «Сатурн», или пытались тут ввести адмирал Кузнецов на Северном флоте, есть такой корабль, но потом его убрали, слава богу. Поэтому, вот, с точки зрения, вот, человек, который только подошел и увидел этот кипу бумаги, можно сказать так, что это расписанные доходы и расходы. Причем, вот, в бюджете 99-го года, так вот, цифры, 12 миллиардов расходов и 6 миллиардов доходов. Это стопроцентный дефицит? Нет, вот, считается по-другому. Это 50-процентный, на самом деле, дефицит 45,6%. Вот, нам, последний бюджет, который мы приняли вчера, это дефицит 45,6%. Но здесь какая-то, по-видимому, сложная математика. Я представляю так, что если, значит, у меня есть 5 рублей, а мне нужно 10, мне не хватает ровно столько же, 100%. Ну, вот, вы человек со здравым смыслом, вы понимаете, да? А у нас же бюджет несколько по-другому строится. Считается так, что 12 нужно, 6 есть, дефицит 50%. Вот так считается. Ну, это вот такое, скажем так, бюджетное условие. Вот если бы было 12, а нужно было 24, то это 100%, то есть это тоже 50% дефицит. А вот если будет, ну, там долго можно сказать. Ну, понятно, это есть другая, скажем так. Тут еще есть одна такая вещь. Есть консолидированный бюджет. Значит, это бюджет, то, что собирается на территории области и отдается в федерацию, плюс то, что отдается в области, то, что распределяется между регионами. А есть бюджет вот именно Московской области. А есть областной бюджет. Бюджет Московской области это то, что в область и плюс муниципальное образование. А областной бюджет это именно только то, что тратит область. То есть вот есть разделение сферы влияния, да, допустим. Есть милиция, которая финансируется из бюджета районов, да, есть из областного бюджета, например. Ну, хотя милиция... В каком они находятся соотношения, бюджет области и областной? Ну, тут сложно так сказать, потому что он постоянно меняется. Вот я говорил о том, что бюджет наполовину, 240 страниц, представляет из себя согласование между районами и областью. Вот, например, если район берет на себя часть полномочий государственных, то ему отдают и деньги, то есть дотацию или там субвенция. Дотация. А если он не берет на себя полномочия области, то его оставляют, то есть то, что он собирает в местные налоги, ему оставляют, а область несет свои обязательства уже напрямую. То есть расплачивается, например, с теми же учителями сама. Тут очень сложно. Например, такой закон, как закон о ветеранах, который мы приняли, частично, например, взяла на себя область по некоторым районам, а частично взяли на себя районы. То есть, как правило, те районы, которые являются донорами, они пытаются все оставить у себя. Ну, легче в районе, потому что каждый же глава разговаривает с ветеранами, с пенсионерами. И те, которые, скажем так, хозяйственники крепкие, и у них действительно районы крепкие, им не нужно обращаться, бегать, они не хотят бегать каждый раз в областную администрацию, они просто оставляют все у себя, берут на себя все эти функции и тут уже распределяют средства. Но как они распределяют, мы говорить не будем, потому что это как у каждого в районе своя, скажем так, методика. А те, которые слабые, дотационные, они, естественно, хотят эти полномочия передать в область, чтобы потом можно было сказать, что, ну да, область вам выплачивает деньги, вот туда, в общем-то, и... Но в этом случае область может поступить таким же образом, как поступало много раз, выплатить эти деньги взаимозачетом? Ну, понимаете, что выплатить деньги взаимозачетом практически невозможно. Как можно, например, зарплату выдать взаимозачетом? То есть, ну там, марли или... Это довольно сложно сделать. Хотя такие поводки были у нас, в общем-то. Просто я считаю, что это вообще нонсенс. И, как правило, это не удается. Другое дело, что, если уже на себя взял, то есть, глава администрации или область какие-то полномочия, он должен их выполнять в полном объеме. Это святое дело. Зарплата, пенсии, пособия для детей, там, методическую литературу мы оплачиваем учителям. Это вот первое, что нужно сделать. Вот мы же говорили, что... Живые деньги. Здравомыслящие люди, да. Вот первое, что нужно сделать, это зарплату выдать. Потом можно, там, я не знаю, стадионы строить, или строить еще что-то, там, праздник отмечать. Ну, это как в любой семье. Когда нет денег на еду, никто же не будет ходить в цирк и смотреть представления. Павел Николаевич, как мы уже с вами говорили, вчера на очередном заседании Московской областной думы был утвержден или принят и за основу, и в целом, бюджет Московской области на 1999 год. И голосование по бюджету проходило неоднозначно. Я предлагаю нам с вами и всем телезрителям посмотреть небольшой фрагмент с этого заседания. Буквально несколько минут назад законодатели Московской области приняли очень важные и ответственные решения. Сегодня депутатским корпусом утвержден бюджет Московской области на 1999 год. Утвержден он подавляющим большинством за голосов, но были и некоторые голоса против принятия бюджета с обоснованием своей позиции. Я считаю, что мы поторопились и мы сделали, на мой взгляд, это чисто моя точка зрения, оплошность. У нас была возможность еще неделю поработать с этим бюджетным посланием. Видя конструктивный настрой администрации по бюджетному посланию, мы могли бы исправить некоторые недочеты, которые есть в этом бюджетном послании. Мы могли бы более полно защитить интересы муниципальных образований и граждан Московской области в части выплаты пособий по детских пособий, в части защиты средств, которые в дотациях находятся в муниципальных образовании, в части обеспечения финансированием программы капитального строительства и ряда других. То есть уже был проговор с представителями администрации, мы могли эти вопросы решить нормально, спокойно, в деловом конструктивном русле. Главный наш мотив состоит в том, что сложившееся финансовое положение в области отсутствие бюджета еще в большей степени его ухудшает. Поэтому нужно было в полной мере использовать вот те финансовые средства, которые у нас сейчас есть, пусть небольшие, но все-таки есть, для того, чтобы в социальной сфере, прежде всего, наши врачи, учителя, вся бюджетная сфера была финансирована не по одной двенадцатой от прошлого года, как вообще на сегодня осуществлялось финансирование, а в том объеме, в котором мы в состоянии это сделать. Мы понимаем, что в том бюджете, который сегодня принят, очень много изъянов, есть вопросы. Но это не означает, что, приняв бюджет, мы остановились. Мы остановились вот на том и забыли о бюджете. Главная забота Думы и администрации должна состоять в наполнении доходной части бюджета. У нас есть в этой части предложение. Мы знаем, что правительство Московской области сейчас разрабатывает программу наполнения доходной части бюджета. Это и второй мотив, который нас подвинул к такому ответственному решению. Итак, Павел Николаевич, два мнения. Вы были на заседании, вы слышали выступление, но интервью, по всей вероятности, вы видите, впервые не видели. Как бы вы могли прокомментировать позицию и председателя комитета по вопросам бюджета Сергея Тараненко, и заместителя председателя Московской областной думы, который, кстати, на заседании выступал имени или по поручению депутатской группы? — Да. Ну, вот прокомментировать это может следующим образом. Значит, вот два мнения. Одно профессионала, то есть председатель комитета по бюджету, Тараненко Сергеевич, это профессионал, чистый профессионал. И Алексей Владимир Константинович, руководитель вот этой группы, зампредседателя думы, это чистый политик. Значит, и вот два мнения. Одно мнение профессионала, который считает, что бюджет принимать нельзя, и Тараненко в том числе голосовал против данного бюджета. И мнение политика, который три дня назад говорил, что этот бюджет ни в коем случае принимать нельзя, и я с ним имел беседу. И та же группа, в которую я не вхожу, я вхожу в другую группу. Категорически все члены группы в голос в один говорили, нельзя принимать бюджет. И через три дня вдруг поменяли свое решение. Значит, вот если говорить правду, а вообще нужно всегда говорить правду, то Тараненко абсолютно прав. Данный бюджет принимать было нельзя. Там будут еще наверняка, так сказать, другие мнения, но мое мнение полностью совпадает с председателем моего комитета. Почему? Потому что в бюджете, в котором нет гарантии того, что будут выплачены заработные платы, скажем так, те же детские пособия, о которых говорил Тараненко, принимать просто нельзя ни в коем случае. А вот то, что говорил Владимир Константинович, это чистая политика. Потому что, во-первых, незнание, во-первых, закона, потому что по одной двенадцатой можно было финансировать только первые три месяца, то есть первый квартал, а дальше вообще нельзя финансировать. Но, однако, как-то финансирование не шло. Да, это же Россия. А Россия, значит, это страна, в которой строгость законов всегда компенсировалась необязательностью их выполнения. То, что происходит у нас сейчас, когда уже никто не смотрит на законы, и вместо... Вот Владимир Константинович сказал, что вот это даст возможность выплачивать пособия и зарплату. Но вот непринятие данного бюджета давало возможность выплачивать долги по зарплате, по тем же пособиям. И смотря на это, то есть можно было не выплачивать зарплату, но долги можно было бы выплачивать. Вот по области долгов, только по долгов перед учителями 91 миллиард, ну миллион теперь, не миллиард, я путаюсь в этих цифрах старых, новых. Или долги между... То есть перед, вот по детским пособиям, 366 миллионов. Это большие очень суммы, которые надо выплачивать. Но несмотря на это, областное правительство не выплачивает этих денег. Хотя для этого, для вот этих выплат, не нужно принятие бюджета 99. Почему оно не выплачивает? У меня к вам вопрос, Павел Николаевич. Вот, все-таки в Думе, если я не ошибаюсь, более половины депутатов работают на непрофессиональной основе. Так? На непрофессиональной основе, то есть люди, которые работают на предприятиях, но являются депутатами, 13 человек. 13. Да, остальные 37, это депутаты, скажем так, профессиональные депутаты. Профессиональные, то есть они нигде не работают, да. Политики, профессиональные депутаты. Ну, не политики, они, к сожалению. Понятно. У меня такой вопрос. Вчера состоялось принятие бюджета и за основу, если не ошибаюсь, за основу вы голосовали за? Нет, тоже. Тоже против, да? Вот, и в целом, вот по результатам голосования, чтобы мне не ошибиться, я точно не могу сказать, но, наверное, где-то близко, порядка 36 или 38 голосов было за принятие бюджета в целом. Из 50, да? 36 за основу и 31 в целом проголосовали за. А, 31 в целом, да. То есть можно сказать, что все-таки большинство депутатов, большинство депутатов, подавляюще можно назвать, голосовало за принятие бюджета в целом. По-видимому, они имели какие-то на это доводы. Что означает? Что все эти депутаты, скажем так, принимали какое-то политическое решение? Или же ваша позиция будет выглядеть так, что вот все не в ногу, а вот только вот комитет по бюджету в ногу? Нет, не совсем так. Дело в том, что политическое, то есть это однозначно политическое решение. Я могу просто пояснить почему. Потому что я вхожу в группу, в которую 24 депутата. Я присутствовал на заседании группы, где принималось решение о том, что нужно голосовать за и за основу и в целом. Хотя это опять же нарушение закона. Мы не имеем права таким образом принять бюджет. Мы этим самым лишили муниципальное образование возможности обратиться, когда за основу есть поправки. Еще такое понятие у нас поправки. Принимаются или не принимаются. Так вот мы лишили этим самым принятием из основного и в целом на одном заседании, мы лишили права вносить поправки. Не только себя и администрацию, но еще и муниципальное образование. То есть практически это незаконное действие мы совершили вчера. Но это был именно политический шаг. Потому что депутаты, вы знаете, три недели назад депутаты хором отклонили этот бюджет. На основании следующих мотивов. Первое, что дефицит бюджета 44%. Что в бюджете не учтены интересы части районов и городов области. Ну и там еще несколько нарушений закона о долге и нарушения налога с продаж. Мы не приняли такое решение. И в этом все благополучно потом давали интервью. Что мы не приняли налог продаж. Потом нам через две недели после того, как мы его отклонили, внесли опять бюджет. Причем мы просили его в соответствии с законом привести. Нам внесли четыре закона, отменяющие прежние законы. То есть приостанавливающие действия законов. И бюджет, который дефицит был не 44%, а 45%. Хотя мы говорили о том, и все, в том числе Алексей, в том числе, говорил, что если дефицит бюджета будет больше 5%, мы такой бюджет никогда не примем. Но это в соответствии с законом о бюджетном условии. Да, это с законом о основных направлениях бюджета 99-го года. Почему же это все было сделано? Потому что депутаты повели себя как дети. Которые сначала вроде бы сказали, что я хочу так. А им сказали, что нет, будет так. А ладно, мы тогда все примем за основу и в целом. И это и служило тому, что все проголосовали за. Теперь, как говорят, администрация не знает, что делать с этим бюджетом. Она теперь в полном недоумении. Почему? Потому что теперь уже она не сможет изменить то, что там понаписали. А понаписали там достаточно много, ну просто откровенных глупостей. Вот если бюджет, например, федерации был рассчитан из расчета доллар 21,50, то бюджет Московской области рассчитан из расчета за 1 доллар 18 рублей. Причем, когда мы об этом говорили, мы исправим. Тогда просто дефицит бюджета увеличивается. Или в бюджет внесен налог с продаж, который Дума благополучно отклонила на прошлом заседании. Значит, это еще выпадение из бюджета около 300 миллионов рублей. И это еще дефицит увеличится на эту сумму. Почему-то включен, непонятно по каким мотивам, НДС, который должен был уменьшаться, но не уменьшился. Федерация не приняла это решение. Президент, как вы знаете, наложил мета. С 20 до 15 процентов. А это заложено в бюджет. Но как раз и принятие, если не ошибаюсь, закона о налоге с продаж было связано с принятием закона о снижении ставки НДС. То есть, если нет одного, логично не принимать и другое. Но в бюджете заложено все вообще. Вот это. Плюс к этому в бюджете заложено, ну, скажем так, знаете, мы там только 33 статью вычеркнули из бюджета, где давали право там, вообще губернатору пытались дать право администрации. Вообще, не советуюсь Думой, потом есть такое понятие секвестра, да? Ну, лучше понимается... Да, это слово мы узнали не так давно. Просто сокращение бюджета, да? Вот вроде бы в этом же проекте было дано право губернатору без вопросов, без всяких секвестировать этот бюджет. Сокращайте. Вот это выкинули. Но это знаете... Так, Павел Николаевич, мне бы хотелось сейчас вместе с нашими телезрителями посмотреть еще мнение депутатов по поводу принятия бюджетов, а потом мы как-то с вами их попробуем прокомментировать. Давайте посмотрим, да. Так, пожалуйста, мнение нашего депутата Александра Степановича Белякова. Я голосовал за принятие бюджета, потому что послание, значит, комитета по финансам было в областную думу, поступило 25 марта. Над ним все комитеты очень тщательно работали. И если бы сегодня не приняли бюджет, то это бы прошло опять по преподавателям, по всем бюджетникам. Они бы фактически не получали те добавки, которые мы приняли ранее. Так, Павел Николаевич, вот позиция Александра Степановича. Действительно ли в связи с тем, чтобы, если бы, допустим, не был принят бюджет, нельзя было воспользоваться вот тем законом, который был принят об изменении ставки разряда? И всем работникам бюджетной сферы должна идти, скажем так, добавка, доплата к их заработной плате. Насколько обоснованы, скажем так, опасения нашего депутата Александра Степановича? Я просто знаю, что он очень болеет за это дело. Александр Степанович – это депутат, которого мы все любим и уважаем. То есть я, как директор совхоза, знаю... Да, он ваш коллега. Да, он мой коллега, и тем более его показатели меня всегда приводили просто в восхищение. Но Александр Степанович, он не специалист в бюджетном устройстве, в бюджетном процессе. Значит, ему ведь кто-то объясняет, да, он член комитета по экологии. Кстати, комитет по экологии, как и практически все комитеты написали отрицательное заключение на, скажем так, этот бюджет. Не на второй раз, когда он пришел. Но, я еще раз говорю, тут сыграла политика. И Александр Степанович, к сожалению, тоже член группы, в которую я вхожу. Просто я не согласился с группой, нас таких было три человека. А большинство в группе решило, что надо этот бюджет принимать. Почему? Потому что лучше он в любом случае не будет. На нас стали давить главы городов и районов. У каждого депутата, у меня, например, один глава, а у некоторых четыре главы. То есть, районы маленькие, то есть, они большие, но мало населения, поэтому сразу четыре главы давят на одного депутата. И под давлением администрации, глав городов и районов, к которым действительно... Им нужен этот бюджет, чтобы они могли заняться своим бюджетом. Нет, не так, несколько. Значит, им нужен этот бюджет, чтобы они могли под гарантией области, на основании того, что в бюджете записана строчка дотаций из бюджета областного, могли взять кредиты, ну и начать, скажем так, действовать. Им пока давали только суды бюджетные, а кредитов не давали. Или там дотации этих не давали. Поэтому... То есть, главы городов действительно... Ну, во-первых, не все. Да, мы говорили о том, что... То есть, отвечая за ситуацию в своем районе, им нужен был этот бюджет, вот для тех целей, допустим, которые вы говорите. Особенно нужен был дотационным районам. Вы понимаете? Потому что те районы, которые живут на свои деньги, для них принимая бюджет, не принимая ничего страшного. Они живут на свои деньги, они просто пока не отчисляют, а отчисляют по старым нормативам в бюджет области. И потом разберутся. В конце года, скажем так, сведут концы с концами. А вот бюджеты дотационных районов и главы дотационных районов, они, конечно, попали в тяжелое положение. Потому что им через администрацию стали передавать, что пока ваши депутаты не проголосуют за бюджет, вы ничего не получите. И они вынуждены были, а таких районов, вот мы говорили, половина, половина дотационных, ну, чуть меньше половины дотационных районов. Естественно, подходили депутаты, которые говорят, да, этот бюджет принимать нельзя, но мне за последние два дня четыре главы позвонили, сказали, что если ты не примешь, мы тебя тут разорвем прямо на территории. Поэтому они говорят, лучше мы проголосуем. Тем более, что действительно есть опасения. Эта администрация и вот эти люди, которые писали вот этот документ под названием бюджет, они лучше ничего написать просто не могут. Ну, значит, может быть, и нужно было так принять? Это не совсем. Так, хорошо, тогда давайте мы сейчас послушаем мнение другого депутата, тоже нашего Сергия Посадского, Валентина Михайловича Новикова. Голосование было поименное. И, наверное, вы видели, что я проголосовал против. Против, потому что не устраивает тот дефицит бюджета, который заложен в бюджете. И, естественно, что Мурбит даже не сам бюджет виноват, это, наверное, те меры, которые не приняты правительством, они подвигли меня на то, чтобы голосовать против. Я так понимаю, что действительно налогооблагаемая база складывается в первую очередь от тех предприятий, которые зарегистрированы и платят налоги на территории Масовской области. А такое, сегодня прозвучала цифра, что таких предприятий 40%, а 60% зарегистрированы в других регионах. И правительством не делано никаких мер по этому вопросу. Затем очень многие вопросы, допустим, использованные на собственности, поддержка сельского производителя. Ну, я всегда, в общем-то, для себя как бы уяснил и другим стараюсь объяснить о том, что каждое сельхозпредприятие работающее дает работу 12-ти другим предприятиям. Поэтому сельское хозяйство хотим мы или не хотим. Значит, находимся ли мы в зоне рискованного земледелия, либо где-то в Черноземье, все равно мы должны поддерживать сельское хозяйство. Вот видите, как Валентин Михайлович заканчивает тем, что нужно поддерживать сельское хозяйство. Вот в том числе, наверное, и ваше предприятие. Может быть, мы отличаемся немножечко от бюджета. И я бы хотел вот что спросить. Не так давно, но в Московской областной думе рассматривался вопрос кредитования агропромышленного комплекса Подмосковья с целью его поддержки. Помните, выходил министр Королев с этим вопросом? Там вопрос осматривался о поддержке птицеводческих хозяйств. Птицеводческих. Да, именно только птицеводческих. Это должны, мы были дать гарантию перед бюджетом, перед банками и бюджетом федеральным, что в случае, если кредиты не вернут предприятия, птицеводческие, то есть птицефабрики, то в этом случае за них будет отдавать долги Московская область. И мы такое решение приняли. Так вот, по вашему округу, по вашему району. Я сейчас приведу пример, как у нас в Сергиевом Посаде, а вы мне подскажете, как у вас. Дело в том, что у нас уже вот несколько лет подряд, последние годы, на коллегии администрации и затем Совет депутатов утверждает это решение, принимается решение о муниципальном заказе с сельхозпредприятием. То есть, когда местные власти, местный бюджет выделяет определенную сумму средств на закупку горюче-свазочных материалов, удобрения перед началом весенней полевой кампании. И затем депутаты принимают решение и утверждают это, получают они вот эти средства, а затем сельхозпредприятия расплачиваются уже с бюджетом, с городским, скажем так, бюджетом произведенной продукции. Существует ли такая практика у вас, и как вы вообще к ней относитесь, как уже специалист-хозяйственник, скажем. Если можно, я сначала прокомментирую выступление Валентина Михайловича, который абсолютно прав. Дело в том, что если загибается сельское хозяйство, то считайте, что загнется все вокруг, потому что каждый работник, который работает в сельском хозяйстве, ему нужны машины, значит, это машиностроение, ему нужны удобрения, значит, это химики, ему нужны другие средства для работы, и работу дает всем. И другое дело, что почему, например, большинство депутатов аграриев, ну, Александр Степанович не разобрался, будем так говорить, проголосовали либо против, либо воздержались, потому что в бюджете 99-го года по сравнению с 98-м, скажем так, затраты, которые направлены на поддержание сельского хозяйства, уменьшились, несмотря на то, что увеличилась цена на горючее, на удобрения, на яды, химикаты, а затраты в 99-м году, то есть, поддержка сельхозпроизводителей уменьшилась в бюджете, несмотря на то, что дефицит остался в 45%. Вот поэтому многие депутаты аграрии, в том числе и я, но я-то еще по другим причинам, голосовал против. Другое дело, что поддержка птицефабрики или там сельхозпроизводства, которое здесь, в сирковевом посаде, это абсолютно правильно, потому что мы, к сожалению, отрасль, которая особенно, птицеводы, они еще, можно сказать, каждый день дают продукцию, но овощная продукция, продукция, например, питомнического, сахарского, это сезонная. То есть, деньги нужны для того, чтобы посеять, то есть, вкладываешь деньги весной, а получишь, в лучшем случае, осенью, а еще бывает, что не осенью, а зимой, потому что нужно заложить на хранение, а потом постепенно продавать, и чтобы этого хватило до следующего рожая. И главы администрации, которые поступают так, или там депутаты местного собрания, как ваши депутаты, абсолютно правы, потому что мы уже знаем, что из-за того, что от сельского хозяйства отвернулись, начиная с 91-го года, и сказали, что это черная дыра, и перестали туда деньги давать, только хуже получилось. Просто эти деньги теперь переходят в руки фермеров западных, вот и все, или там крупных хозяйств западных. А ваши депутаты, они абсолютно правы. Павел Николаевич, мне бы хотелось, чтобы мы с вами сейчас посмотрели еще мнение одного депутата, который голосовал против принятия бюджета. Это депутат Иван Данилович Жук. Я считаю, что нам, депутатам, соблюдать законы. Поэтому бюджет нельзя было принимать, надо было принять сначала изменяющие законы, которые противоречат то, что заложено в бюджете. Это раз. Во-вторых, бюджет неправильно составлен. В бюджете статьи поставлены, которые я уже выступал, вы, наверное, слышали. Это те, которых муниципальные предприятия, то есть муниципальные образования, которые находятся на дотации, они будут так вечно. Я считаю, нужно забрать на плечи области все энергетические составляющие, включить их в доходную, в расходную часть областного бюджета. субвенции и дотации, которые область отдает, отдать в нормативы, чтобы они не ходили, их не ждали, не работали, независимо от этого части. И еще, это вопросы, которые, социальные вопросы, которые стоят федеральным законом, они должны быть отражены и в доходной, и в расходной части в бюджете Московской области. Ну и в целом, я считаю, что бюджет такой, какой сегодня приняли, можно было принять в октябре, в ноябре, он никаких ролей не играл, и это было законно и правильно, с приписки с одной, что в случае в федеральном бюджете какие-то будут отступления, его откорректировать при его поступлении. И зато все муниципальные образования уже работали сегодня, с 1 января, с новым бюджетом, нормальным бюджетом. Я, Павел Николаевич, не буду просить вас комментировать это выступление, но дело в том, что у Ивана Даниловича, вот он об этом и говорил из трибуны, проскочила очень интересная мысль. Он говорил о том, что может быть подумать о том, чтобы оплата энергоресурсов всех муниципальных образований Московской области всех взяла на себя область, чтобы не было такого, когда в одном из районов перекрывают газ, в другом, который платит и находит средства, значит, вроде бы все движется нормально. Как вы относитесь вот к такой мысли, к такой идее? То есть, область, сама областной бюджет берет на себя все, скажем так, решения всех вопросов, связанных с энергообеспечением всей области. Вода, газ, тепло, электричество, чтобы не было несанкционированных отключений. Вот это предложение мы не обсуждали, единственное, что могу сказать, что если есть власть вообще на территории области, то не важно, кто платит. Дело в том, что вы же прекрасно знаете, что основным плательщиком в бюджет является Межрегион ГАЗ и МОСТ-Трансгаз, которые находятся на территории области. И всегда можно договориться между господин Никишиным и еще там есть начальник Левяхиревым и Антонем Степановичем Тяжеловым, что ввести мораторий на отключение газа, потому что основной неплательщик в бюджет области это Межрегион и МОСТ-Трансгаз. И не принципиально за кого он будет ходатайствовать, за областной бюджет или за бюджет Московской области. Я уже говорил, что в муниципальное образование входит в бюджет Московской области. Другое дело, что нету, скажем так, или желания власти, или просто каких-то рычагов не хватает. Мне кажется, просто желания, чтобы договориться на эту тему. Потому что мы же все знаем, что если взять Мосэнерго или ЕС, то все сети проходят через нашу область. Но несмотря на это, они зарегистрированы в Москве и налоги платят там. О чем говорил, кстати, Иван Данилович тоже на своем выступлении. Если все нефтезаправки или нефтесклады находятся на территории области, платят в бюджет Москвы почему-то. Это для нас просто... Иван Данилович кстати об этом выступал. И я тоже говорил о том, что нужно повышать налогооблагаемую базу. Ведь можно занять две позиции. Первая, что деньги не собираются, поэтому сколько есть, столько и распределим. И ничего не делать. А есть другая позиция. Давайте собирать деньги, которые есть на территории области. То есть нужно просто наклониться и взять эти деньги. Отношения с Москвой, которая разместила на нашей территории все кладбища, все свалки, все отходы, все забирают воду, скидывают канализацию, но ни копейки за это не платят области. Это надо прекращать просто. Я понимаю, что мы там всей областью, особенно администрации, вошли в отечество строим таким, но это же не значит, что от этого люди стали жить лучше. Лучше станут жить люди, если мы начнем, скажем так, показывать, что мы субъект федерации, налоги собираем на своей территории, и тут мы устанавливаем законы, а не когда хочет Лужков, когда хочет Борис Николаевич Ельцин. Потому что, если взять, например, отношения с федеральным бюджетом, они тоже никого не могут устроить. Там говорилось о том, что где-то 2,5 миллиарда рублей должны были выдавить нам из федерального бюджета в качестве дотации, в том числе и на содержание жилищного комплекса. Мы до сих пор в бюджете области не увидели этих денег, как они будут распределены, то есть их даже в доходную часть не поставили. Это вроде как резерв ставки, то ли он перед выборами, этот резерв, то ли вообще его не будет, непонятно. Но, в том числе, Тараненко и об этом говорил в своих выступлениях, и в прошлый раз, и тогда, когда первый раз мы отклоняли, причем я еще раз повторяю, мы отклонили бюджет единогласно, единодушно. Потом он не изменился, и мы так же единодушно его приняли. Иван Данилович об этом говорил, о том, что, ну что было тогда выпендриваться, надо было тогда принимать сразу еще в октябре, а нам говорили, что 11 вариантов каких-то, мы что-то там думали, а потом вот сейчас приняли просто политическое решение. Так, Павел Николаевич, ну, время, отведенное нам в эфире, подходит к концу. В завершение нашей темы о бюджете области, о перипетии их, он из себя представляет, так мне бы хотелось вам, Павел Николаевич, и телезрителям, вот, больше всего, может быть, вам вместе с вами посмотреть фрагмент вчерашнего вашего выступления и ваши доводы на заседании Московской областной думы, и мы посмотрим, насколько они согласованы с тем, что вы говорили сегодня. Давайте, пожалуйста. Так, пожалуйста. Если мы говорим о том, что мы вместе с администрацией не сделали для того, ничего для того, чтобы жизнь в области стала лучше, чтобы производитель больше производил, если мы загнали всех в тень, не хотим собирать налоги, то мы должны проголосовать за этот бюджет и за основу в целом. Если мы хотим что-то изменить, а в любом случае что-то нужно менять, и всем понятно, что если вы сейчас вникнете в этот бюджет, статью 34-й вообще принимать не надо. Те, кто сейчас предлагает проголосовать в целом, хотят принять тогда налог с продаж, который там записан, и хотят принять курс доллара не 25, как сейчас, а 14 или 18, как там заложен, и многое другое, что там заложено, а там заложена нищета населения, полное бесправие бюджетников, муниципальные образования, которые как были в подвешенном состоянии, так и остаются. Поэтому у нас есть два, то есть несколько предложений, там всего их пять. Первое, принять его за основу в целом, и сделать вид, что все нормально вообще, и лучшего быть не может. Согласительную комиссию создать, и что-то попытаться исправить в лучшую сторону, ну, скажем так, понятно, что из-за этого гнилого яблока варенье не сваришь, но хоть, так сказать, как-то что-то из него приготовить. Либо вот, как я предлагаю сегодня, отклонить его, отправить, то есть этот бюджет вообще отклонить, и уже говорить о том, что кризис в правительстве, что правительство не может выполнить своих обязанностей, не может собрать денег, а хотя на комитете по бюджету и другие депутаты все время говорят, давайте собирайте деньги. Вот там есть документ, по которому из 99-98 получателей бюджета только 40 получателей зарегистрированы в области. Остальные налоги платят в Москву. Но почему бы не перерегистрировать всех их, например, на территории Московской области, тогда бюджет пополнится. Почему бы не заняться этими свалками, которые все ушло в тень, и там деньги сумасшедшие крутятся, но не через бюджет, но и многое другое там. Ну, Павел Николаевич, практически то же самое, о чем мы говорили сегодня, только единственное, что следует отметить, с большей долей эмоциональности. Ну да, да. Так, ну тогда, наверное, мы закончим с этим вопросом из бюджета. Поступил вопрос одной нашей телезрительности пенсионерки, Ноздриной. Так, здесь даже не один, а очень много вопросов, и вот я целых пять вопросов, и глядя на них, я могу сказать, что большинство из них не относятся к вам, как депутату Московской областной думы, вернее, в какой-то мере относятся вам. Так, я бы просил вас, каким образом прокомментировать, вот, или дать ответы на эти вопросы с точки зрения именно депутата Московской областной думы и области, не перекладывая, скажем так, ответственность за выплату, там, пенсии или детских пособий на места. Возможно это сделать? Конечно, возможно. Так, давайте посмотрим. Первый вопрос. Почему пенсионерам за апрель не дали, а за май дали? Ну, здесь вы, наверное, не ответите, я зачитываю вопрос, чтобы пенсионерка слышала это. То есть, это как бы, вы даже не знаете, внутренне, да? Да, могу предположить, но вообще точно это нужно сказать. Внутренне пенсионными. Так, пенсионерам обидно за учителей. Как будет, как будем дальше? Ну, перспективу по учителям вы тоже рассказывали, да? Перспектива, к сожалению, не радужная. Но это, наверное, не только учителя, это все бюджетники. Это все бюджетники. Но все-таки, вот, та прибавка к заработной плате, она, наверное, будет выплачиваться, на которой тогда говорилось, да? Ну, в условиях этой инфляции, надо сказать, что люди вообще обнищали, потому что те деньги, которые даже теперь, если они будут выплачиваться, скажем так, своевременно, они не дают возможности просто жить людям. Вот. Поэтому, вот эта прибавка, когда там продукты подожжали втрое, а прибавка там в полтора или там даже один и два десятых раза произошла, это просто, ну, мертвыми припарки. Другое дело, что хотя бы эти деньги пускай выплачивают своевременно, да? Есть все возможности, но, к сожалению, нет, скажем так, политической воли. Вот вы видели, да, что есть политика, а воли нет. Поэтому и денег, к сожалению, не приходится ждать. Так, я сочетаю еще вопросы. Детские деньги не выплачивают, почему? Льготные лекарства инвалидам войны не дают, почему? Ну, я могу ответить пенсионерке Ноздриной, что вот эти вопросики, наверное, не Павел Николаевич на них отвечает, а наши местные депутаты. Я передам нашим местным депутатам, так? И либо, значит, сможете обратиться к ним в приемную, так, либо позвоните сюда к нам на телекомпанию, и от них ответ можно будет получить на этот вопрос. Ну, а Павлу Николаевичу вот вопрос такой, может быть, неприятный в завершение, неприятное завершение, но я думаю, не осветить его и не ответить на него, наверное, нельзя. Пенсионерка неудовлетворена тем, что платят заработную плату депутатам. А вопрос вот такой, если депутатам платили бы наши копейки, как бы они работали? Ну, во-первых, начнем с того, что, например, вот я, если получаю заработку... Да, я хотел сказать, что вас-то это не касается, поскольку... Меня это касается, потому что там есть у нас принцип такой, что если депутат на своем постоянном месте работы получает меньше денег, чем получает депутат освобожденный, то ему доплачивают, да. по крайней мере, я точно знаю, что мои деньги, если мне их положено доплачивать, то я их перевожу в наш детский дом, который находится на территории нашего района, дом, у нас есть молодая гвардия, вот, и они там эти деньги расходуют по своему усмотрению. Другое дело, что я скажу, что депутат вообще... Вообще, это не только депутаты, это вообще вся власть, она призвана служить к народу, да. Другое дело, что мы забываем все время, что мы живем на деньги наших налогоплательщиков, и надо было ввести вообще с самого начала принцип, что депутат и администрация получает деньги последним, вот, когда все бюджетники получат, например, за октябрь прошлого года, да, тогда и депутаты, и администрация получают те же самые деньги, только самыми последними. Вот у меня в совхозе это введено, то есть у меня руководители получают самыми последними, правда, последние 4 года мы не задерживали заработную плату, как я стал директором, вот, но этот принцип нужно просто, и тогда эти люди начнут думать, где взять денег, а то у нас, например, в думе, когда, насколько я знаю, прежние, то есть депутаты на постоянной основе перестали получать деньги перед вот декабрем, да, такой поднялся шум, вот, лучше бы они так шумели, когда люди по году зарплату не получают, ну там, в организациях, но, я могу сказать, что вот я, и в том числе, ваш депутат, Валентин Михайлович, Новиков, меньшинство, как вы видите, представляем в думе, вот это меньшинство, которое думает, что нужно руководство здравым смыслом, что нужно вот так делать, то есть сначала этим людям, а потом уже себе, а вот большинство депутатов, оно никак не может отцепиться от этих привилегий, вот, вцепилось в эту кормушку, и никак не оторвешь, но будем пытаться оторвать, скажем так, ну, Дума, что-то как получится. Павел Николаевич, да, к сожалению, отведенное к нам в эфире, уже закончилось, я от имени наших телезрителей «Тонус». Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и приехали к нам в эфир. Я думаю, сегодня у нас была интересная беседа, и по всевероятности интересная не только нам, а нашим телезрителям. А телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире был депутат Московской областной думы, член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Павел Николаевич Грудинин. Всего доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч.